С начала 2018 года в федеральных округах Российской Федерации проходят социальные форумы под названием «Будущее». На этих социальных форумах сотрудники учреждений и органов социальной защиты, а также представители общественных организаций, представители бизнеса, обсуждают дальнейшие пути развития системы социальной защиты Российской Федерации, в частности социального обслуживания. И вот такой форум проходил и в Сибирском федеральном округе на минувшей неделе. Вологодская область в данном случае была туда приглашена в качестве эксперта. Нам предложили провести мастер-класс для наших коллег по двум направлениям. Первое направление – это социальная работа с представителями старшего поколения и взаимодействие, соответственно, с другими субъектами. И второе направление – это реализация программы «Дорога к Думу», которую область реализует совместно с благотворительным фондом «Дорога к Думу» компанией «Северсталь». Чем был вызван такой интерес к деятельности в данных сферах Вологодской области? Ну, в частности, что касается старшего поколения, то в нашей области удалось ликвидировать очередность на все виды социального обслуживания, в том числе и на стационарное. У нас на сегодня очередь отсутствует. Кроме того, более 6 тысяч представителей старшего возраста на сегодня охвачены стационарозамещающими технологиями. У нас сегодня все проживающие в домах-интернатах живут в комфортных и безопасных условиях. Кроме того, интерес наших коллег вызвали технологии реабилитационные по преодолению последствий деменции. Сегодня это очень актуальная проблема. И, конечно, вот эта работа эффективная, она позволяет повысить качество жизни граждан старшего возраста. Вызвал интерес и проект «Забота», в частности, деятельность центров активного долголетия. Этими центрами на сегодня в Вологодской области охвачено более 140 тысяч ветеранов. Вот все эти вопросы, а также взаимодействия с благотворительным фондом «Дорога к дому», они были освещены в ходе этого социального форума «Будущее». И многие предложения вошли в резолюцию данного форума. Редактор субтитров А.Семкин